Музыка Так, друзья, сегодня то ли 14, то ли 15 Кажется, всё-таки 14 апреля Сильный ветер, вот между порывами Пытаешься хоть что-то снять Будет ли позор от моих фильмов, посмотрим Перед вами всё тот же абрикос-патриарх, которому исполнилось 40 лет На 40-м году жизни, на 39-м году жизни он дал урожай 40 ведер Вот, первый вопрос о долголетии Всё-таки я должен приносить людям пользу, потому что я не слепой Когда я садил его, я садил на ровное место Ровное-то на ровное, но здесь склон, видите Туда, к Енисею Склон, 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 небольшой, но есть Потом этот склон, ну и в яму я не садил сразу Вот этот садил на ровное место Но от ямы я отказался сразу, мне это казалось странным Я прихожу в лес, там ям нет, а деревья растут Вот, я не стал выкаблучиваться И посадил на ровное место Дерево сразу не погибло Этому мы ещё благодарны бесснежным зимам Много было бесснежных зим Вот, вы знаете, тут, когда выйдет этот фильм Чуть раньше его, днём, двумя раньше Там про сверхмудрых специалистов Которые точно знают, что у меня два метра снега И только благодаря тому, что всё под снегом У Железова что-то там есть Что-то есть, всё-таки есть, но не замерзает Ну вот, смотрите, 40 лет Были ошибки, страшные ошибки Вот, мне говорят, раны затягиваются Вот это моими руками сделана рана на кольцо Вот, росло дерево, росла рана Если сейчас его распилить по Железову Я же патологоднатор садил Единственное на планете Вот так поперёк распилить И увидите, что там внутри Здесь страшное гниение Вот Здесь отвалилась ветка Страшная отвалилась Ужас, есть фотографии, есть фильмы Но так как я, опять же, не делал Обрезку на кольцо Когда она рухнула, ветка Не делал страшную рану Вот сколько отвалилось, столько и отрезал Вот она умудрилась дать побег Который уже в прошлом году дал Вот эта небольшая ветка дала два ведра А ещё раз, всё дерево дало 40 Фотографии есть? Показать лучше не смотрите Или смотрите с валидолом Вот, итак, посадка, это всё Посади классического способа в яму Его бы не было А так как эти 40 ведер расходятся по стране Польза от него гигантская Патриарх Основоположник нового Железовского садоводства Один из основоположников Потому что это соки, компоты, варенье Урожая, неубиваемые сеянцы А если ещё привить То что было Загляните на мою фотогалерею Вот Сюда не хотят заглядывать Люди, которым после этого лишиться Покоя и начинать засучивать рукава Вот Обращаться к Железову Всю жизнь решая эти проблемы И не решив их Унизительно И годы позади Смотрим дальше Попутно Но важно Вот здесь была яма Которую Её нельзя назвать выгребной Никто не выгребает Оно скорее загребное То есть здесь Ну это уже прошло лет 30 Одна из первых ям Вот Вот это посвежее Это лет 10 назад была сделана яма Вот И внимательно смотрим на эти ямы Итак Сюда Всё попадало Кроме пластика и бутылок Ну представьте себе Что тогда было больше Ну тогда мы больше ели Консервы Значит железные банки Бумага Пищевые отходы Вот всё что здесь Я туда не пихал Вот эта вот Листва Она Нам не принадлежит Мы не имеем права К ней прикасаться Тут даже ходить нельзя По-настоящему Знаете почему? Потому что здесь царство Смотрите Здесь царство Этих самых Червей Сейчас Нет Давайте с ямой закончим Итак Благодаря этой яме Ни разу Ни разу За почти 40 лет Ну где-то юбилей Там может осенью получится 40 Значит Не было подкормлено Вот Если бы лето Мы увидели Это высота Ну почти Трёхэтажного дома Кстати Вот его супруг Вот Это Амур Насеенцевый Видите Он не привитый Тоже Видите Это Амур Насеенцевый Тот год Когда Это было 10 лет назад Он дал урожай 15 ведер Соседи собирали Я просил считать Так Сосчитали 15 На моём Было примерно Три раза больше То есть Где-то 45 Вот тогда Наверное Был рекорд Но Из них Ни одного Не было Ведра посчитано Пробовали До 10 Потом Пробовали А вот В прошлом году Всё-таки Сосчитали 40 Хотя По-моему 10 лет назад Было больше Чем 40 Вот его предел Его возможности Ну и потом Кто сказал Что он ветеран Ну кто Да Он покрыт Смотрите Видите Всё Всё у него есть Вот У него есть Мхи Решайники Как положено С северо-восточной стороны Смотрите внимательно Вот Самый последний Дурак В 18-19 веке Придумал Что это надо Всё сдирать Настоящий Клинический Но Тысячи людей Просто доверчивых Потому что Там 2-3 громких Имени Которые стали Классиками На самом деле Это были Полуобразованные люди Нисколько Они умнее Неграмотнее Нас Нет Не так Нисколько Ненаблюдательнее Нас И вот Это Северная защита Это Мох Который Северной стороны Который Спасает Дерево Который Является Шубой И эту шубу Приказано Сдирать Сдирать Я один Воюю Ну сколько Можно Я уже Не понимаю Это ужас Какой-то Вот Возьмите Вот этот Кусочек Дерева Так Сфотографировать Вот всего Метра 2 Вот от земли Вот так От земли И метра 2 И сказать Ой У меня Дерево больнее Ну не говорите Что ему 40 лет Не говорите Про 40 ведер Тут же Получите 10-20 Комментариев Срочно Самое легкое Что вам скажут Самое безобидное Это Эти самые Все-таки Металлические Все-таки Металлические Это самое безобидное А на самом деле Еще пострашнее будет Вот Приказано будет Содрать всю кожу Все Все Не только Это самое Не только Видите Вот Это лишайник Вот он лишайник Смотрите Не только его Но и вообще Вот смотрите Видите Кара шевелится И приказано будет Кору содрать Щу содрать Приказано Не прикасайтесь Дерево Руки прочь Стоты Двухсотый раз Как говорю Про это Трехсотый Двадцать лет Печатался Снимался Вот Сейчас страшно другое Что мои Что мои Вот эти Публикации Мои Фильмы Они утонули В этой Помойке Потому что Попробуй наберите Обрезку Чтобы узнать Что думает Железов Не найдете Там Против моих Тысячи Тех самых Публикаций Которые учат Калечить Убивать деревья Вот Ну давайте Еще посмотрим Следующая яма Всего Десять лет Она Так как она Просела Ее использовали В прошлом году Добавляя сюда Эти самые Вот смотрите Как это делается Вот той беседке Есть фотографии Там весь пол Вся здоровенная Это Как она называется Это Стол был усеян Это Плотным слоем Косточек Здесь лежали Четыре раза Собирали по десять Ведер Вот здесь Все есть фотографии Доказательства Такие что Можете не сомневаться Да еще богом клянусь На всякий случай Чтобы больше верили А что это такое Ребята Это учеба Всплыло Достаточное количество Косточек Смотрите Вот Все что всплыло Вот здесь Никакой халтуры Видели Вот А теперь давайте Поищем червей Может найдем Нет Я в таких Подхожих местах Их не искал Вот Не искал Ага Нет Тут их нет Наверное Потому что Еще не перегнило Это все еще Свежее Зима же не гниет Холодно Тогда давайте Поищем Червей Вот тут Елистьям побольше Жалко Только трогать Страшно Боюсь их трогать Смотрите Сколько еще Сколько Косточек Осталось Ё-моё Опа Кто-то звонит Ой Ладно Прерываю Поиски Червей Отключаться Не буду Алло Виталий Я снимаю Кино Ничего Срочного Я прямо Сейчас В саду А Получил Косточки Ну Давай У меня К тебе Просьба Ты уж Не молчи Как здоровьем Будет Ладно Не Что такое Нормально Вот Косточки Не зря Выписал У меня Ну Так вот Я и говорю Ты мне потом Скажи Хуже Лучше Ладно Ага Ну давай А пока Друзья Поднимается Ветер Вот Наверное Уже Будем считать Что Первый Серия закончена Или все-таки Успеть Досказать Где-то там Еще у меня Было Пару Тем Вот Ну Ладно Чтоб далеко Не ходить Вдруг Все-таки Ветер Не сильно Заглушит Нету Никаких Приспособ Ну Давайте Посмотрим Вот На это Дерево Это Мазужский Абрикос Вот Это Дитя Вот Того Самого Который Мы Сейчас Только Стояли И Восхищались Вот Он Смотрите Какие у него Приросты Они Так и Просятся Перепривить Там что-то Дядя Перепривить Тогда Скажете А на кой Черт Мне Из косточки Ладно Вырастили Что Будет То Будет Сок Капот Варенье Крупнее Будут Отца У него Кругом Папаши Более Культурные Если Считать Абрикос Патриарх Как бы За маму Потому что Опыление На нем То Соседи Королевский Манитоба Амур Они Конечно Культурные И Значит Косточки Должны Давать Здесь Плоды Культурные Но тут Случилось Вот такое Чудо Друзья А вот Сейчас Я вам Скажу Вот здесь Была Прививка Вот она Скажите Что Я Обманываю Вас Вот она Видите Прививка Она умерла Она пожила Два года Это не просто Прививка Это Академик Давайте Посмотрим Но она Умерла Давайте Посмотрим Как выглядит Помните Я вам Рассказывал Только Академик Имеет Вот такой Вот Окрас Вот Вот такой Вот Как бы Немножко Пятнистый Рябоватый Вот Кончики Вот такие Вот Видите Вот одна Ветка Сейчас Покажу Другую Ветку Вот Каким-то Образом Гены Академика Перешли Сюда И Внимание Внимание У меня Есть фотографии Плоды Увеличивают Двое До 40 Грамм Вкуснючие И Это Насеянница Этого Насеянница Сына Манчжурса Так Я все Кто Потомки Манчжурса Их сыновями Назоваю Посмотрите Вот эти Перосты И вот На эти Перосты Если бы Где-то В каком-то Институте НИИ Подчеркиваю НИИ И может быть Продвинутых Студентов Аспирантов Уже С вузов Где тоже Пора научиться Выращивать Вузы Которые учат Студентов Ни хера Их не учат Уж я-то знаю Вот И в этом Был И Знаменитый Это Тимирязевке Был После такой Учебы Эти Дипломы Надо вешать На гвоздик Знаете где И вот Получается Что если бы Там где-то Создавали Особые отделы Если бы Вот эти Черенки Которые Я называю Химерами Если бы Их Привали Опять же На манчжурцы И закрепили бы Эти качества Мы бы имели Такое Это Супер Морозостойки Морозостойкость Манчжурцев Так И качество Ну если не Академиков А хотя бы Почти Академиков Вот о чем Речь идет Вот еще Вот эту тему Я попытался Раскрыть Ну если бы Если бы Ну когда наши Придут в институты А Когда они придут В академию В университеты Когда Вот И когда наши Придут Там преподаватели Будут говорить Вы видите Это грибы Это трутовик Самый безобидный В мире гриб Они все Безобидные Это безобиднейший Вот Нельзя брать Щетку Нельзя брать Стамески Нельзя брать Эти самые Шпатели Не трогать Не сдирать Никогда Глубость Несусветная Гриб Ротовик Внутри Дери Не дери Не достанешь Только искалечишь дерево Вот что Суждено Дерево То суждено А теперь смотрите И так Перед вами Дерево И так Оно покрыто Грибами Казалось бы Ему конец Во первых Смотрим выше Вот сейчас покажу Вы видели Эти приросты Вы видите Приросты Вот они От метра до полутора Вы видите Сколько цветов Это абсолютно Смотрите сюда Я надеюсь Видно Вот сюда встану Еще не все покажу Еще Ручше покажу Вот Смотрите Нет Так плохо видно Вот смотрите Оно Больное С приростами метра и больше Внимание Оно больное Вот Еще раз Руки прочь Я уже Эмоционально Я как бы Шашкой махаю Я вам говорю Забудьте Ребята Те кто меня слышит Не верьте Никаких этих Опять возьмите Вот этот кусочек Вот так вот Прямо Вот как здесь Сфотографируйте Вот Чтоб вот такой был Панорама И отправьте В эти самые Во все Эти каналы И в 90 случаев Веста 98 случаев Веста Ответ будет такой Доброходов Специалистов Будет море И все будут говорить Шпатели Стамески Эти самые Щетки по металлу Драть 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 Вот эти глупости Несусветные Они А потом Еще А самое Крутое Скажут Фунгициды Ядохимикаты Фунгициды Ядохимикаты Подкормить Кормить Залить водой Вот это Все будет А теперь Смотрите Окончательное Этого разговора Когда Образуется Вот Такой Вот Назовем Это Можете Разобойно Назвать Можете Солить Себя Ожогами Как угодно Когда Она Частично Пострадала Но Почерка Абсолютно Здорово И дает Приросты Мощные И Тысячи Цветочек Почек Но тем Не менее У него Есть Запасы Вариант Ниже Выбрасывает Ветку Внимание Вот она Смотрите Ниже всех Этих Морозобой Вот Морозобой Вот она Ниже всех Пошла И у нее Просто Еще больше Потому что Они Немножечко Здоровее Вот Это Запасная Крона Вот Ну а Тех Кто считает Что В свое Время Надо было Ее Отрезать Пока Была Маленькая Потому что Это Она Негодная Она Жруйся Она Не дает Плодов Да Не дает Два года Не дает В среднем А потом Она становится Обычной Нормальной Плодовой Вот Обычной Нормальной Плодовой Поняли Смотрите Внимательно Цветы Видели Еще раз Говорю Цветы Видели Вот А в свое Время Ее Именно Как Волчок Должны Были Уничтожить И Эти Глупости Тоже Столько Хватает Всего Этого Дальбра Точнее Дерьма Что я В этот В интернет Как В эту В помойку Попадаю Вот Валерий Константинович Я Случайно Что же мне делать Я годом раньше Другая Я двумя годами Раньше Посадил Мне уже поздно Обрезку делать Посадочную Да Я говорю Поздно Уж кое-как Прижилось Теперь Смотрите Фотографию Будем думать Что дальше Делать Почему Так Потому что У нее Все Болеет Это Самое Значит Перед вами Черешня По бокам Из земли Вылезли Вишневые Побеги Вот Подвойная Подвойная Вишня Вон она Вы смотрите На какой высоте Я приварить Обогнала Но прошли годы Лет 15-20 Смотрим туда На небо На высоту 10 метров Смотрим На Цветочные почки Вы их видите Или вам Приблизить Вот Вот это Все Было Не тронуто Мной Потом Эти Черешни Едят Птицы Клюют А мы Подбираем С земли Косточки Вот Ну еще Одну Черешню Покажу И Заметьте Ну Аничтожающие Деревья Вот Ну-ка 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 Вот это Вот Еще одна Черешня Видите Она пожиже Знаете почему На ней тоже будут Цветы На ней тоже Давайте посмотрим Живой или нет Ну-ка Дело в том Что Черешня Раньше всех Просыпается Скажите Что Они погибли За зиму Морозы Пусть несколько ночей Но 40 градусов Было Видите Вот Мороз стойка За счет Вишни Еще один Сейчас Стану на коленке Еще один Подвой Смотрите Вишня Сибирская штаба Я так называю Вот здесь была Здесь страшная рана Здесь был Суной побег Он погиб Смотрите А вот этот пошел сбоку Незаконный Это Ее можно назвать Химерой Вот Потому что Вот эта ветка Вот Как за тем Вот смотрите Вот видите Где прививка А ветка Буквально Пошла почка Первая же почка От прививки И Основной побег Погиб Были страшные морозы А боковой Вылез позже И до сих пор Жив Да Страдает страшно Но Опять Вот это Сфотографирую Вот так вот И пошли в журнал И опять узнаете Что сейчас Что надо делать Сказать Взять нож Вырезать это все Заметьте Все давно зажило Но команда будет та же Все это вырезать Вот До живого мяса Потом протравить А потом замазывать Чем Ну вспоминаем Самое безобидное Это Сказать что Коровье дерьмо Свежее причем А это Как в 19 веке Придумали Не было тогда Ни фунгицидов Не было Современных Садовых Варов Вот Коровье дерьмо И в 21 веке В крупнейшем Журнале Супер специалист Пишет Вырежьте И замажьте Коровьим дерьмом Вы еще не смеетесь А сверху Тоже можно Умереть Вот 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 Давайте Теперь так Давайте так Посмотрим еще сюда Здесь Страшная рана А она жива Эти раны Трогать нельзя Да Цена этим Раны Да Жизнь на севере В Сибири Никуда от этого Не деться Но деревья Плодоносят Слушайте А давайте Посмотрим Опять Старость И в радость А Вот она Здесь ценная Косточка Вот она Вторая Видели Вот Это то Что досталось У птиц Это черешня Ребята Это черешня Почему Объясняю Потому что Вишневых Побегов нет Если на том Дереве есть Вот на той Рядом Вишни То тут Уже не спутаешь Тут Вишневых Побегов Нет Ну-ка Ну мне Они уже Не нужны Мне и те Они раскупили Вот Что-то Интересно Найду я Здесь Червей Нет Ну-ка Еще Холодно Это не Работает Но они Хитро Работают Я хотел Познакомить С червями Чтобы Ох Еще Нашел Смотрите Видели Хотел Вас с червями Познакомить Но пока Не получается Вот Этого не знает Даже Этого не знает Вот И Последнее Что я сейчас скажу Вспомнил Что я сейчас скажу Вон Стать И вон они Косточки Расколотые Вот И вот я Интересно Да Вон они Даже здесь Косточки Лежат Интересно Годятся Они или на морозе Лежали Все Ну ладно Это уже Все Поднялся Сильный ветер На этом Надо заканчивать Я вам хотел Познакомиться И поговорить Еще про Червей Но Не последний день Живем Правильно До свидания Друзья На сегодня Пока Все